здравствуйте друзья вот вопрос задает вообще зануда это как вот я буду гаджи он занудный что он там пристает вот что такое там лезет что-то доказывает возражает вот он зануда но первое что мне в голову пришло что вспомнилось когда я все прочитал это был анекдот такой год мамочка а правду говорят что я вампирчик не слушай деточка кушай супчик а то свернется вот и значит правда ли гачья зануда понимаете история как субъективное же дело относительно е вот веселый человек или грустный относительно кого вот он он веселый или грустный вот в той среде в которой он находится если в среде в целом все веселые значит веселее чем он значит он грустный а помести его в другую среду где все депрессивные так он там будет весельчак пойти все относительно поэтому если вот вам говорят что вы зануда это не обязательно знаете что вы должны как-то себя менять да и вообще не знаю можно ли себя в этом смысле как-то поменять просто идите ищите себе другую среду она есть вот один и тот же человек он попадая в правильную среду совершенно нормально адекватные как все не хуже других вот а в другой среде он вот непонятно чего поэтому я я бы сказал если вам там некомфортно вот в этом смысле они вас там как-то называются значит поменяйте среду вот вот и все я бы не стал заморачиваться что я делаю не так потому что конечно вы вы с их точки зрения что-то делаете не так но если вы например на работе если вы как-то зависите если вам что-то от них нужно если вы должны что-то с собой сделать чтобы от них что-то получить такое вы под них подстраиваетесь если вам от них ничего не надо если вы ну как бы не должны себя менять для того чтобы какой-то бенефиц этого был понимаете польза какая-то а чего тогда вам себя менять ну найдите вот более комфортную обстановку и все вот это наше правило увидел пьяного отойди и я вам хочу сказать что я видел очень много людей которые попадают какую-то неправильную среду и мы собственно сами вот когда только в эмиграции оказались например это не было связано с занудством но понимаете ты привык общаться там в каком-то круге людей и с точки зрения там социальным образовательным там такого плану профессиональным и и вдруг ты попадаешь какой-то мир в котором ты никогда не был раньше и вот вокруг какие-то люди и они может быть даже и славные по-своему но другие и эти тебе не очень с ними как бы комфортно это не значит что ты неправильный это просто попал не к своим вот вспомните историю там с гадким утенком почему он гадкий это был потому что он не был такой как вот эти вот все остальные утята но когда он попал к лебедям среди лебедей то он свой и даже нельзя сказать что лебедь это более там высокого класса птица наверное тому сказочников там вот да который это говорит что он был окажется даже лучше чем эти утки он был целый лебедь не знаю и та и другая божья тварь понимаете что утка потому что что лебедь но я бы не стал где что кто-то из них там сильно лучше каждый по-своему замечательно совершенно утка прекрасно как утка и лебедь прекрасен как лебедь вот и все поэтому как только он своим попал все вопросы решились так что ищите своих такой вот вам совет вообще вы миграция большая проблема ты приезжаешь откуда бы ты ни был тот круг которого ты принадлежал раньше его здесь нет или он где-то очень узкий или ты его еще не нашел и ты общаешься в каком-то другом круге это это не всегда комфортабельно но тем не менее это работа вот некоторые люди целенаправленно планомерно они ищут других людей на форумах там в каких-то группах там в одноклассниках там фейсбуке и так далее на партии на большие ходят вот у нас тут собираются на большие партии несколько сот человек вот они ходят знакомиться там под шашлычок там под красненькое там под беленькое венцо и так вот заводит знакомых в школе у нас тоже очень многие так месяц проучился уже давно несколько десятков знакомых из которых может быть там три четыре пять довольно близки и тогда это процесс вот я бы не стал сильно переживать на месте человека которого кто-то там называет занудным счастливо